Статья Виталия Петрова. Печать Антихриста. В настоящее время в среде православных верующих стали часто появляться высказывания о печати Антихриста, проявляющейся в нашей жизни во многих формах. Личный код, который присваивается каждому человеку в некоторых странах, пластиковые магнитные карты для проезда в транспорте, для оплаты телефонных разговоров и для денежных расчетов. И, наконец, штрих-коды на товарах. Это признается верующими за знак последних времен, печать Антихриста близ грядущего. Многие верующие с большим вниманием и серьезностью относятся к такой точке зрения, призывая, например, отказаться от использования продуктов и других товаров со штрих-кодами, не брать новых паспортов. Итак, в Откровении Иоанна Богослова читаем. И он, зверь, сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть. Откровения тринадцать шестнадцать восемнадцать. Именно эти слова вызывают такую бурную реакцию многих верующих. И леденящий страх, и вражда ко всему овладевает ими. Неправильно ли понимаются эти слова? У святого Андрея, архиепископа Кесарисского, в толковании на апокалипсис, читаем, «Постарается он, зверь, чтобы на всех наложено было начертание пагубного имени отступника и прелестника, частью на правой руке, чтобы отсечь дело неправых и благих дел, частью же на челе, чтобы научить обольщенных быть дерзновенными в обольщении и тьме, но не примут его запечатлевшие лица свои божественным светом и будут стараться печать зверя распространять повсюду в купли и продажи, чтобы непринимающим ее последовала насильственная смерть от недостатка необходимого. А иже аще кто поклоняется зверю и к иконе его и примет начертание на челе своем или на руце своей той имать пити от вина ярости Божия, вина нерастворенно в чаши гнева его, и будет мучим огнем и жупелом перед ангелы святыми и агнцем». Апокалипсис 14.9.10. Таким образом, по глубинному смыслу написанного в Откровении принять сие начертания значит не буквально получить печать на руку и на лоб, а впустить зло в разум, сердце и душу, зло, запрещающее человеку делать, делание правых, богоугодных дел, проявление любви. Тогда в мыслях его поселится прагматизм, корысть, расчет, честолюбие, зависть, злоба и прочие пороки и страсти. Таким образом, Священное Писание пытается предупредить нас, прежде всего, от добровольного принятия в сердце и в душу свою того зла, которое несет в себе современный развращенный человеческий мир. Мы же почему-то посчитали, что именно сейчас наступает конец света, хотя такие настроения были во все века, начиная со времени смерти Иисуса Христа. А раз так, то число зверя 666 стало актуально как раз для нас в наш непростой век. И вместо того, чтобы в соответствии с предупреждением Святого Апостола обратить внимание на истинное попечение о своих душах, мы уткнулись во внешний знак, который принимаем за печать Антихриста. Мы ждем его Антихриста. Появление. Пытаемся его вычислить, увидеть его черты в окружающих нас людях. И так служитель сатаны, зверь, пытается заставить людей добровольно принять начертания Антихристова, печать сатаны, в сердце и в душу. Потому что не могут ни сатана, ни служители его действовать на человека в нашем материальном мире собственными руками напрямую. Они используют других людей, уже подчинившихся их воле. К тому же совершается это по попущению Божию. Дабы было сие испытание для человека душеполезным, с одной стороны, как наказание и в разумление, а с другой, наиболее, пожалуй, важный, как назидание, укрепление в вере и воспитании. Само же начертание — это нечто внешнее простое, похожее на чувственный, видимый, осязаемый знак, печать, а немного более серьезнее и сокровение. Неверие в Бога и Его промысел, нежелание делать богоугодные дела и жить благочестиво, недостаточное попечение состояния своей души. Принятие всей скверны, предлагаемой нам современным миром. Господь же ждет от нас совсем другого добровольного выбора — веры, духовной чистоты, любви к Богу и людям, отказа от страстей, пороков и от греховной жизни. И выбор в этой ситуации исключительно за самим человеком, за его свободной волей. Давайте поставим себе три вопроса. Во-первых, есть ли у нас выбор? Поскольку очень много разговоров идет именно о штрих-кодах, то поговорим о них. Есть ли товары без штрих-кода? Почти нет. А в ближайшее время для стандартизации учета и удобства наблюдения за качеством их их совсем не будет вовсе. Так сможем ли мы отказаться вообще от всего, что производит этот мир? Думаю, что нет. Во-вторых, что происходит, если мы все-таки пользуемся благами цивилизации? Если мы, к примеру, купили ребенку бутылку кефира со штрих-кодом, загубим ли мы этим его душу? Если мы посчитаем, что это грех, что сатана помимо нашего добровольного согласия может стать хозяином нашей души, значит, мы недостаточно доверяем Господу, считаем дьявола сильнее Бога, придаем внешним приметам больше значения, чем благочестивому состоянию своей души, значит, мы просто еще не переросли язычество и не доросли до истинного православия. Получается, что мы смотрим на окружающий мир, судим о добре и зле по неким символам, как языческие времена. Для нас штрих-код стал страшнее собственной агрессии и зла в своем сердце. Если бы у нас была при этом вера в Бога хотя бы сгорчичное зерно, то мы были бы уверены, что, помолившись, перекрестившись и отдав себя в попечение Господу, мы признаем тем самым Его безусловное всемогущество и Его к нам всепобеждающую любовь, Его всемощное за нас грешных заступление. А если мы в Его силу не верим, если, прочитав «Отче наш» перед накрытым столом или 90-й псалом перед выходом из дома, нам страшен штрих-код на этикетке, то какие же из нас христиане, язычники, да и только. А в-третьих, а не подсовывает ли нам сам сатана те знаки, которые сейчас вместе с не совсем правильно понятыми словами Священного Писания преломляется в нашем воспаленном воображении страшную фантасмагонию, истинная задача которой запугать, запутать, сломить волю, заставить признать силу и всемогущество служителей тьмы и проявлять вместо смирения, терпимости и любви, агрессию. Нашей кодофобии мы на самом деле совершаем недопустимое. Вместо борьбы со страстями и пороками в собственных душах мы концентрируем свое внимание на различных внешних для нас явлениях, начинаем сами того, не замечая, искать внешнего врага. Не кажется ли вам, что именно этого и ждет от нас тот самый сатана, о желании противостоять, которому мы только что заявили. Конечно, наш современный мир глубоко порочен и пытается вести человека к огреховной жизни. Об этом ни в коем случае нельзя забывать, но будучи православными людьми, мы должны были бы научиться видеть за внешними проявлениями сокровенный духовный смысл. Такую возможность предоставляет нам сам Господь словами Священного Писания. Этому учат нас святые отцы церкви. Так давайте же не будем придавать такого большого значения внешним приметам. Подумаем лучше о душе. Действительно страшно будет, если мы, приняв эти паспорта, забудем о силе божественной любви и его о нас попечении. Испугаемся этих знаков и решим, что сатана через сии символы может нас, помимо нашей воли, к себе привязать. Мы тем самым как бы соглашаемся с тем, что он, сатана, сильнее Господа Бога. Надо внимательно наблюдать за своим духовным состоянием, быть ближе к Богу и не поддаваться на провокации, искушения, ухищрения и уловки лукавого, пытающегося увести нас с пути глубокой веры, полного доверия, упования и надежды на Бога, любви к Нему и ко всем людям. Живя в порочном и греховном мире, мы должны научиться духовно противостоять этому злу, помогать в этом противостоянии нашим друзьям и близким, нашим семьям, нашим детям, всем, кто желает поступать по совести и стяжать любовь Божию и если мы выбрали жизнь с Богом, то пусть тогда не пугают нас никакие знаки, коли в душах наших по своему обетованию почивает сам спаситель.